всем привет сегодня у нас очередное кино сегодня раввин рассмотрим r20 видео будет долго и нудная коробку сегодня снимать я не буду потому что коробка здесь неинтересная на немало нарисовано мало написано это видимо показатель чего-то там так здесь у нас есть кусочек серийного номера просто такие моменты сразу должны знать чего начать на тетиве стоит пломба скажем так уровень автоматический стоит можно прицел по нему выставлять сам арбалет мои личные впечатления весьма компактный я бы даже сказал если бы у меня были лишние денежные знаки возможно я бы свой тактик со складным прикладом поменял бы пересмотрел бы всю свою концепцию вот если r29 наверно он еще компакт не очень маленький прям даже не знаю реально игрушечные впечатления просто сунь рюкзак пошли туда куда-то там так ладно более подробно все тонкости рассмотрим которые обычно не озвучивают который можем мы увидеть здесь у нас что у нас вот такие упоры упоры которые упираются они резиновые здесь накладки металлические алюминиевые фокус будет плавать сразу буду подлавливать где-то там болты втулки колодка здесь дырдочка какая-то как прикреплена колодка вот этими вот двумя парами видимо она прикреплена в принципе ее я думаю снять тоже можно выкрутив вот весь этот силовой модуль ну да логично так ну здесь у нас видимо апгрейдные запасы которые можно произвести высверлив вот эти окна кто хочет может поработать напильником над своим экземпляром сделать его чуть чуть полегче так планки вот такие с выносом тоже с номерами здесь какие-то болты дополнительные возможно они при да это скорее стопоры чтобы не съезжали вниз вверх так снимаем на фоне магазина поэтому влетают куски витрины прочих колодка такая качество обработки металла хорошие то есть скорее всего фрезеровка с последующей полировкой шлифовкой ну вот алюминий заглаженный весь здесь все заглажено относительно полки и почему она стоит так дорого там везде на сайтах он 200 что ли а с около сотни евро или долларов стоит полка тоже стоит отметить ролики на амортизаторах то есть как бы не все так просто как это может показаться на картинке там вот штифтики снимаем подробно техническую часть которую нигде не показывают остальные попсовые обзоры можно посмотреть интернете качество пластика хорошая хорошая не тайвань либо качественный тайвань софт-тач все так проработано эргономично не нахваливаю просто как вот мои ощущения рассказывать цевьё тоже видимо нет цевьё не может двигаться только что я об этом узнал так ну тут шовчик по камуфляжу что-то как-то перескочил вернемся к плечам в частности к блокам блок вот такой вот формы на плечах тут все усиленно накладочки подробненько тут вот втулочки всяких интересных форм порты шкивов обратная часть ну собственно силовой части как будто бы нет она вот выполнить она силовая часть разбита наверх вниз то есть это вот просто вот эти вот оранжевый суппорт и так сказать с терминами я могу ошибаться так верха тут вообще что-то втулки на подшипниках смазки снизу болтами затянуты то есть видимо все это притянуто вот эта часть ответная на колодке здесь кстати вот демпфера сразу стоят они не резиновые такие жесткий полипласт видимо просто остановка тетилы с обратной стороны примерно так все это выглядит так ну направляющие уже посмотрели варнинги почитали так ну рельса по которой ездит замок флажок safe fire очень удобный очень мне понравился немножечко он не совсем осевой а немножко плавает ну видеть что вот так по дуге ходит видимо он будет активен когда мы взведем арбалет так здесь у нас двухсторонний механизм кокинг-кум-кокинг спусковой крючок алюминиевый с коротким ходом может быть по длине и на взведенном состоянии но даже вот этот зазор говорит о том что ход там короткий хотя крючок видите да имеет так здесь что болты стягивающие рукоятку здесь усиление видимо для переноски для произведения вот этого вот кокинга декокинга который то есть это механизм который освобождает замок но освободит он его только после того как мы чуть-чуть рукояточкой подадим в сторону кокинга но под натяжку сделаем преднатяг отпустим и он у нас поедет так что с этой стороны у нас есть вторая ответная часть кокинг-кум-кокинг также предохранитель двусторонний блин только что сам понял как это круто двусторонний предохранитель кстати вот эту рукоятку усиленную которая для вот этой штуки помогает можно перекинуть на эту сторону что тоже весьма вот этот интересный штуцер флажок он помогает нашей нашему движению когда мы замок освобождаем и поехали вниз туда ну просто ведем за него длинная рейл пикатина пикатине рейл рельса качественно обработана тоже все заполировано заглажено уходит горбом туда в рукоятку там видимо где-то все это сцеплено извините разбирать смотреть не будем замок верхний верхние зубы верхние зубы тоже оранжевые тоже все там полирована у полирована поймаем фокус не поймаем то есть ну реально сделано качественно честно говоря впечатление получше чем от темпойнта здесь тоже не резина поле типа типа жесткая резина такая довольно приятная здесь тыльник тоже не скользящий из плотные резины рукоятка пистолетная глухая ответная часть для антабки так ну сейчас попробуем аккуратненько замочек отодвинуть и посмотреть так ну вот сама рукоятка тоже представляет из себя довольно таки законченное изделие качественные углы заглажены там видимо внутри тоже механизм какой-то установлен вот эти дополнительные порты с какой-то целью тоже служит не знаю с какой видимо куда-то что-то можно приткнуть сделать ручка крутилка как на руле в принципе вообще нормально тоже так ну и соответственно устанавливается он она устанавливается вот подобным образом на магните кстати с небольшим свободным ходом вот и потом соответственно мы можем сделать немножечко фа-фа и освободить замок так но делать делать это необходимо двумя руками то есть одной рукой подтягиваем механизм вторую рукой кнопку уводим туда внутрь соответственно освобождается замок у нас вот мы его сейчас можем видеть и он как-то не хочет без ручки работать видимо там тоже какой-то свой специфический механизм присутствует а он вообще не хочет при отпущенной кнопки работать так сейчас мы попробуем то есть как только мы как только мы кнопку освобождаем у нас рукоятка автоматически блокируется сразу то есть вот она у нас в свободном полете и тогда мы можем растянуть замок вниз утянуть здесь у нас мощная полимерная лента прошитая вот кстати у нас блокиратор спуска это даже не блокиратор это триггер вторая часть триггера там внутри у нас такая вот интересная шестерня которая видимо все это дело крутит маховую передачу то есть вот что-то можем увидеть что мы там можем увидеть ничего там мы не можем видеть потому что ничего не видно то есть трещоточка идет где-то там храповик стоит там все кручено прикручено это видимо центра штифтовочные лево-право не штифтовочные были центровочная пипка лево-право ответная часть там есть для того чтобы не было люфтового хода лево-право вот она тяжко самого замка предотвращает вообще видимо какой-либо люфт вот он еще немножко ходит мы сейчас немножечко фа-фа обратного хода свободного кстати нету так мы вроде натянули до какой поры я как-то еще не прочитал замок еще шевелится так рисковать покупкой себе такого арбалета я не могу поэтому оставим натяжку в покое хотя небольшой ходик с миллиметр наверное присутствует хотя видимо с учетом того что все цепляется там где ему положено там где нужно она видимо плюс под натягом скорее всего это видимо не играет особой роли судя по всему но судя по тем по крайней мере показателям которые выдают данные арбалеты так но эту часть мы закончили тут у нас кстати вот кусок механизма представлен который moving removing осуществляет можно видеть что схеме тут задействованы пружинки шестиленки храповики механизмы вот но так как как осуществляется у нас декокинг это видимо надо под натяжкой смотреть там что-то видимо происходит когда под натянутым состоянием так но все с самим раввином закончим на этом впечатление очень очень положительный на самом деле странно с чем бы было бы это связано реально арбалет очень маленький компактный прям прям я вот не в восторге но на самом деле очень хорошие впечатления ну все следующем виде мы посмотрим некоторые аксессуары крови ну кстати это у нас была была комплектация r20 снайпер всем пока кому надо обращайтесь привезем